МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Первый Мэтищенский в студии Алина Савыш. Здравствуйте. И вначале коротко о том, что сегодня в выпуске. Спортивный стадион, пристройка и долгожданный детский сад. Какие социально значимые объекты откроют в этом году? Буквально сейчас идет уже приемка в устроенодзором данного объекта. 9 смертей на железной дороге с начала года. Как остановить печальную статистику? Пожалуйста, покупайте детки, не ходите, не положите на стол. Помогут, подскажут и защитят. Более 40 тысяч автомобилистов обратились в Центр помощи при ДТП за два года. Как он работает на практике? Самое главное, что люди у нас здесь успокаиваются. Секреты семейного счастья в округе отметили День семьи, любви и верности. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. А теперь подробнее. С января 2022 года в городском округе Мэтища открылись три детских сада. К началу нового учебного года эту цифру планируют увеличить. Строительство образовательных учреждений и спортивных объектов находится на контроле властей. На сегодняшний день большинство работ идут в соответствии с графиком. А значит, уже 1 сентября тысячи мальчишек и девчонок смогут пойти в новые школы и детские сады. Подробности далее. Детский сад – место, куда хочет вернуться каждый взрослый. Хотя бы на часок. В детском саду Росточек теперь новый девиз. Место, откуда и вовсе не хочется уходить. Дошкольное учреждение в микрорайоне Леонидовка уже вовсю готовится к новоселью. Игрушки закуплены, шкафчики установлены. Дело за малым. Наполнить пустые помещения самым главным – звонким смехом. Своя дверь и детский сад распахнет уже 1 сентября. Как и пристройка к школе номер 3, которая расположилась неподалеку. Здесь все выполнено по самым современным стандартам. Застройщики уверяют – подобного проекта в регионе еще не было. Я лично посещаю много школ. Я не видел таких размеров, чтобы у нас были в мытищах залы. У нас будет читальный зал. Мы сделали не совсем библиотеку, как в обычном стиле. Это было всегда в школах. А у нас читальный зал для конференций, для презентаций. Мне кажется, что нужно создавать что-то новое, идти в ногу со временем. И сейчас у нас везде современные технологии. И сделать обычную библиотеку, где дети просто и отчитают – это уже не совсем то, что нужно нашему времени. Задумка оказалась абсолютно уникальной. Строителям пришлось приложить немало усилий, чтобы действительность в точности соответствовала проекту. Парадная лестница, зоны для отдыха, современная библиотека, а также актовые и спортивные залы. В ближайшем будущем здесь появится огромный интерактивный экран. Как именно его задействовать, застройщики пока еще думают. Один из вариантов – сделать большое расписание, которое практически будет напоминать рейсовое табло в аэропорту. Но и это еще не все сюрпризы. Возможно, на уроках физкультуры у учеников появится новый спортивный элемент – скалодром. Здесь можно одну стену занять и сделать скалодром. Причем он же вообще ему не надо места. Вот так вот с сеткой отвешивают и все, как в штуке. Кажется, он прекрасная стена. Немало усилий застройщики уделили и благоустройству территории. Современные беседки для отдыха, спортивное ядро и множество игровых элементов. Внимание! Каждой детали. У нас действительно большое количество объектов, которые находятся в завершающей стадии строительства. Это детские сады и школы со сроком ввода 2022 год. Наверное, один из самых знаковых объектов – это пристройка к общеобразовательной школе. Но по факту это отдельная стоящая школа на 1200 мест. Буквально сейчас идет уже приемка, построена обзором данного объекта. И мы не видим никаких рисков для того, чтобы наши дети уже 1 сентября пошли в новое здание общеобразовательной школы. Еще одну школу в округе с нетерпением ждут мытищинцы. Новое образовательное учреждение на 1100 мест строят в деревне Погорелке. Согласно документам, объект должны сдать в 2023 году. Жители ЖК «Императорские мытищи» надеются, что дети смогут пойти в школу уже в следующем учебном году. Это все ждут школу. То есть, это да. Большой комплекс, много людей, много детей. Хотелось бы видеть, честно, какое-нибудь, не знаю, футбольное поле, либо спортивный комплекс, чтобы можно было и бегать, и просто, ну, то есть, могли жители выходить тоже там, играть, не знаю, бегать. Строить социально значимые объекты в рамках инвест-контрактов – хорошая практика, которая много лет реализуется в нашем округе. Школу и детский сад по этому проекту возводят и в ЖК «Скандинавский квартал». Темпы работ высокие, но расслабляться нельзя, говорят застройщики. У нас задача закрыть тепловой контур, дать тепло до октября, заниматься отделкой, соответственно, готовить оснащение. Ну, и спокойно в режиме, в следующем году весной передаем. Помимо детского сада на 240 мест и школы на 500, здесь же, в деревне Бородино, возводят два девятиэтажных дома. Жилищное строительство идет активно, поэтому инфраструктура должна быть предусмотрена. Объекты обеспечены парковками, благоустройство будет выполнено в соответствии с существующими стандартами спортивной площадки. По саду и школе будет, значит, там предусмотрен стадион, спортивная площадка, спортивное ядро с футбольным полем, беговые дорожки, навесы, все предусмотрено. Благоустройство территории, входные группы, транспортная доступность, а также пищеблок, медкабинеты и спортивные залы. На контроле каждая деталь. Там, где речь идет о детях, мелочей не бывает. Участие в традиционном объезде социально значимых объектов принимают и активисты Молодой гвардии «Единой России». Мне кажется, это важно, чтобы представители молодежи выезжали совместно с представителями администрации на такие проверочные мероприятия, чтобы вносить свои изменения, замечания и также контролировать ход работ социально значимых объектов. Помимо школы детских садов в округе идет активное строительство и спортивных объектов. Один из долгожданных проектов – физкультурно-оздоровительный комплекс в Марфино. Мытичинец Анатолий Лазарев в свои 83 года каждый день ходит на стадион. Новый комплекс растет буквально на глазах, говорит он. Я вот занимался и круглый год занимаюсь. Зимой, конечно, здесь очень тяжело. А так закрытый спортивный зал, вообще прекрасно. Я с удовольствием пойду. В новом ФОКе для каждого подберут спорт по возрасту, способностям и интересам. Здесь для мытичинцев будет работать 15 секций, а также универсальные, тренажерные и боксерские залы. У нас здесь два стадиона. Марфино вот только вот здесь. Два стадиона – это понятно. Ну, ФОКа же не было. Никогда не вообще не было. Конструкция – это же строительство нового. Да, да, здесь очень много. То есть это дополнительные? Дополнительные. Мы очень-очень ждут, и жители ждут, и пишут, когда построят. Потому что действительно работы много ведется, но вот зала нам не хватает. Своя дверь и спорткомплекс планируют распахнуть к концу этого года. Каждый социально значимый объект находится на контроле. Алина Савыш, Петр Дзитковский, Первый Мытичинский. Далее о происшествиях. Новости о несчастных случаях на железной дороге появляются с печальной регулярностью. С начала года в нашем округе под колесами электропоездов погибло 9 человек. Несмотря на множество трагических примеров, некоторые все же продолжают гнаться за экстримом. Анна Смирнова продолжит. Сотрудники транспортной полиции, окружного управления транспорта и волонтеры снова выходят в профилактический рейд. Неделю назад на железной дороге в Мытищах погиб мужчина. Трагический случай произошел средь бела дня и вызвал большой резонанс. Сегодня мы с вами на станции Челюстнинской проводим профилактический рейд. Вместе с сотрудниками ЦППК и РЖД. Значит, здесь у нас за этот год произошло два смертельных случая. После этого здесь были произведены перекрытия. Забор в данный момент весь восстановлен. Произвели обследование. Ничего не выломано, не санкционировано, все закрытые. Значит, здесь второй у нас серьёзный вопрос. Это открытая первая платформа со стороны города для лаза под ней. Люди, невзирая на предупреждающие знаки и штрафы, продолжают рисковать жизнью. Чтобы достучаться до сознания, приходится использовать все способы. Проводить беседы, раздавать листовки и пугать штрафами. Пожалуйста, покупайте челюсти, не ходите, не положите листовки. Предприимчивые пассажиры то и дело оборудуют для себя удобные пешеходные маршруты через железнодорожные пути. Только за последние три месяца в городском округе перекрыли несколько десятков таких несанкционированных проходов. Сегодня на данный момент выявлено, что все, какие были несанкционированные проходы, они у нас закрыты. Также здесь сейчас ведётся силами РЖД ремонт капитальных ступенек в подземном перешеходном переходе. Также ведётся ремонт платформы. С начала весны сотрудниками административно-пассажирской инспекции и Мытищинской администрации было проведено порядка 20 рейдов, в ходе которых нарушителям выписано свыше 300 штрафов. Анна Смирнова, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Уже два года в Мытищах работает Центр помощи при ДТП. За это время в Мытищинском филиале получили высококвалифицированную помощь свыше 42 тысяч автомобилистов. Правильность оформления европротокола, тонкости взаимодействия со страховой компанией и многое другое там разъясняют в кратчайшие сроки. Какие ещё есть плюсы у этого центра, расскажет Андрей Колосов. Василий Тимолин дальнобойщик с 20-летним стажем. Аварий за все эти годы у него не было. Буквально до сегодняшнего дня. Первое случилось этим утром, когда он задремал в машине на парковке. Водитель не мог поверить своим глазам и в первый момент даже подумал, что ему это всё снится. Водитель автомашины «Газель» при езде задним ходом, не заметив мою автомашину, врезался. Посоветовали сотрудники обратиться в центр и приехали сюда, оставили на месте план схемы совместную с вторым участником ДТП. Сложностей особых не было. Просто нужно оформить ДТП. За два года в Макищенском центре помощи при ДТП оформили более 20 тысяч аварийных случаев. Как правило, специалисты дают консультации, подсказывают, как правильно оформить документы. Всё это экономит время водителей и позволяет быстро покинуть место происшествия. Они не стояли на дороге, не подвергали свою жизнь повторной аварии, что к несчастью часто случается. И далее они получили максимально возможное страховое возмещение, потому что были проконсультированы о дальнейших действиях после ДТП. Более того, понятно, что приехав к нам, они наконец-то научились заполнять тот самый извещение, так называемый европротокол. Вся процедура заполнения документов занимает не более часа. Ожидание бригады ДПС на месте аварии, как правило, затягивается на 2-3 часа. И чаще всего создают многокилометровые пробки. При ДТП строятся заторы в движении, да, экипаж выезжает. А там где-нибудь пострадавших, нет, пострадавших, участники уезжают, не создавая тем самым затруднения в дорожном движении. Центр нам помогает, оказывает квалифицированскую помощь, выезжает, я имею в виду, оформляет и убирает тем самым вот эти вот мелкие ДТП. И гражданам проще, они не опаздывают, всегда домой возвращаются вовремя, либо на работу. Сейчас в области 14 таких центров, и они позволили снизить нагрузку на службу госавтоинспекции. Данный проект – один из приоритетных в организации безопасности дорожного движения на дорогах Подмосковья. Центр наш работает также без выходных, но в режиме с 8 до 20 часов. В центре работают у нас два специалиста посменно. Чем отличительнее наш центр, мы тищем, что здесь он уже два года, и специалисты у нас именно два года работают с момента открытия. То есть, сами понимаете, профессиональный уровень их уже как бы заслушивает того, как бы авторитеты, что можно довериться, можно выслушаться и воспользоваться их помощью для дальнейших действий, что, в принципе, подтверждает загруженностью центра. Самое главное, что люди у нас здесь успокаиваются и потом возвращаются уже к себе домой в полной уверенности, что им была оказана грамотная, квалифицированная помощь, и они знают, что делать дальше. Главная задача не только помочь, но и снизить количество ДТП в регионе. Если же авария случилась, нужно звонить по телефону службы 112. Андрей Колосов, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский. Сегодня, 8 июля, в России впервые официально отмечают День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. В честь романтического праздника у мытищих наградили юбиляров семейной жизни. О секретах счастливого и долгого брака в сюжете Натали Матвеевой. Сергей Федосевич и Тамара Григорьевна в браке уже 55 лет. Познакомились в далеком 1966 году и влюбились друг в друга с первого взгляда. Всего через два месяца они решили узаконить свои отношения. Мы переписывались и в одном из писем, я его получила, вот помню, 21 ноября 1966 года, было сделано предложение руки и сердца. Все письма пара до сих пор хранит дома, как символ их вечной любви. Семья признается, что со временем их чувство только крепчает и до сих пор выступают слезы при виде любимого человека. За 55 лет мытищинцы нажили настоящее богатство от двоих сыновей, троих внуков и двоих правнуков. Просто нужно каждому, и ему, и ей всегда идти друг к другу навстречу. И тогда проблем не будет, потому что совместно решаются задачи сложные. И они только теми держатся, что они вместе решенные задачи. А вот Алина и Дмитрий Злобина только начинают свою семейную жизнь. Но они тоже знают, что такое любовь с первого взгляда. Молодожены познакомились в интернете, но первая встреча в Мытищинском парке изменила их судьбу. Именно тогда они поняли, что вместе будут всегда. Здесь же спустя несколько лет обменялись обручальными кольцами и выпустили в небо пару белых голубей. 8 июля 2022 года в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации В День Семьи, Любви и Верности ваш брак зарегистрирован, объявляя вас мужем и женой. Мы уже 6 лет вместе, и для нас это очень святой праздник. Поэтому создаем семью именно в этот день. Волнительный и трепетный праздник вместе с Мытищинцами встретила глава городского округа Юлия Купецкая. Она поздравила земляков с праздником и подчеркнула, что любовь – главное чувство в жизни каждого человека. Очень приятно, что праздник День Семьи, Любви и Верности стал государственным. Это говорит о том, что семейные ценности для нашего государства в приоритете. И традиционные семейные ценности для нас – это главное. Нам важно расти детей в полных семьях. Нам важно, чтобы у наших детей были матери и отцы. И нашей взаимной поддержкой, нашей любовью, наша жизнь с вами и наши традиции будут продолжаться. В честь Дня Семьи, Любви и Верности, молодоженам и ювелярам семейной жизни подарили символ праздника – букеты ромашек. Храни, Господь, очаг семейный, любовь любимых охрани. Наталья Матвеева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. В День Семьи, Любви и Верности многие молодые пары стремятся заключить брак, чтобы он был долгим и счастливым. А семьи со стажем вспоминают лучшие моменты совместной жизни. С супругами-замятинами, которые прожили вместе уже полвека, встретилась наш корреспондент Татьяна Горностаева. Они поженились и жили долго и счастливо. Этой фразой заканчивается большинство русских сказок. Однако самое интересное начинается после того, как отгремит марш Мендельсона. Сейчас мы расскажем вам, какие секреты хранит пара, которая в этом году отпраздновала золотую свадьбу. Полвека назад Владимир Иванович и Евгения Арсеньевна соединили свои судьбы. Взяли на себя нелегкий труд совместных забот, радостей, тревог и ожиданий. Быстро все прошло? Прошло что-то быстро, незаметно. До развода дело никогда не доходило. Жили в согласии, в дружбе. Но иногда, в какой семье не бывает, поругаешься, помиришься. До встречи с будущей супругой Владимиру Ивановичу не везло в амурных делах. Девушки встречались ветреные, а хотелось настоящей любви. В 1971 году ему улыбнулась удача. И он встретил женщину, которая разделила его жизнь на две части – до встречи с ней и после. Владимир Иванович признается, что счастлив от того, что ему досталась, почти идеальная жена. Иногда недостаток у нее есть. Какой? Суток не понимает. Я не понимаю. Потом злится, сердится, день молчит. Холодную, но согревающую сердце зимнюю свадьбу супруги Замятины помнят, как сейчас. 21 января 1972 года в Матищинском ЗАГСе. Ну, это приговор, я подписываю себе. Приговор, говорит, подписывай себе в Матищинском ЗАГСе, да? Несмотря на то, что времена были непростые, денег у молодых было немного, но выглядели молодожены прекрасно. Классический костюм у жениха, фата и белое платье у невесты. Невеста у красавицы не только сейчас. Ты сейчас смеется. Да, что делать? Пень старый. Чувство юмора – залог крепкого брака, считает глава семейства. Если жизнь сравнить с ухабистой дорогой, то оно станет своеобразным амортизатором, помогающим преодолевать трудности. А супруга добавляет, что главный секрет счастливой семейной жизни – любить друг друга, слушать и слышать, прощать и не обижаться на мужа, даже если он совсем редко дарит цветы. Да, в день свадьбы поехали за цветами. Ох, надо было эту фотографию взять. Тогда цветов не было, куда-то ездили. Так вот такой букетик. Я смотрю на эту фотографию, говорю, деду, ты где ее взял? На помойке, что ли, этот букетик? Да, да. Но дело в том, что тогда цветочек в магазине было. Это цветов не было, 50 лет назад. Раз-два я обчелся. Поехали, купили. А, ты же не раз в деревне букет сиреней привез. Владимир Иванович обещал исправиться и подарить жене в день семьи, любви и верности букет ромашек. Супруги любят свой родной город Мытищи, считают себя счастливыми людьми, выросли дети, подросли внуки, жизнь продолжается и впереди новые юбилеи семейной жизни. У мытищинских молодоженов есть традиция – вешать замочек на дерево верности. И пусть немногим удается отметить полувековой юбилей, хочется каждой семье пожелать жить в горе и радости, любить друг друга, дарить цветы и отмечать праздники в кругу большой семьи. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Любовь вдохновляет и возвышает. Участники проекта «Активное долголетие» собрались вместе, чтобы поделиться друг с другом романтическим творчеством. В честь семейного праздника они организовали концерт «Ромашковая Русь» с участием члена Союза писателей России Игоря Кулагина-Шуйского. «Край родимый море, Русь исконная, сторона раскрасавец невест». Игорь Кулагин-Шуйский считает День семьи, любви и верности профессиональным праздником, потому что все его творчество создавалось благодаря супруге. Муза Инна Валентиновна признается, что за 50 лет семейной жизни выучила все произведения наизусть. Всегда с ним и очень рада, поддерживаю его. Могу подсказать слово, если он забыл. Это само запоминается, потому что я слишком рядом, слишком много и на репетициях, и на концертах. «В темный лес пойду за околицу, там разве трава, там иванов цвет, этой ноченькой нам откроется». Семейный праздник участники активного долголетия не только наслаждались творчеством, но и делились друг с другом своими историями любви. Например, Галина Николаевна познакомилась со своим мужем еще за школьной партой, а после примерила на себя статус жены военного и объездила с любимым всю страну. Женщина уверена, что разгадала секрет счастливого брака. «Самый главный секрет – это в семье должно быть обязательно уважение, уступать друг другу и, естественно, любовь, жалеть друг друга. По-русски, как говорят же, женщина скажет, жалею тебя, значит, любит, жалеть надо друг друга. Вот мне муж всегда говорит, галочка – это не мое здоровье, это наше здоровье. И поэтому мы друг друга здоровье бережем, нервы не трепем». В клубе активного долголетия тоже можно встретить свою вторую половинку. Хотя сильный пол – здесь редкие гости, но все они на вес золота. Наталья Матвеева, Андрей Капустин, Первый Матищинский. В этом году День семьи, любви и верности выпал на пятницу. И это хороший повод приготовить праздничный ужин и провести время в кругу родных и близких. Романтической атмосфере ничего не помешает. Даже ЗАГСы по традиции отказываются регистрировать разводы на эту дату. Как сохранить любовь на долгие годы? Своими секретами делятся матищинцы. А расскажите, в чем секрет счастливого брака? Ну, уважение в первую очередь, поддержка в любой ситуации, взаимные чувства, конечно же. Любовь. Все и все. Проявлять терпение. Терпение я бы поставил на первое место. Принимать недостатки какие-то, понимать, что мы все неидеальны. И как-то стараться найти общий язык, альтернативу какую-то найти, когда спорные моменты возникают. Слышать друг друга и не бояться говорить о том, что не устраивает. Ну и замечать и свои недостатки, и не только недостатки партнера. Самое главное, чтобы люди подходили друг к другу, чтобы они чувствовали, что они друг без друга не могут. Прежде всего надо любить, ценить друг друга, заботиться, больше уважения, понимания, мудрости. Мудрость, она же с опытом у нас появляется. Мы семья, нам сегодня 55 лет супружеской жизни. В совместной жизни. Да. Я вас поздравляю. А расскажите, в чем ваш секрет, вашего счастливого брака? Ну как, думали о семье, главное, чтобы о детях, чтобы дети воспитывались нормально. Ну по любви, наверное. Ну да. Конечно. А вообще-то мы с 15 лет, ну пусть с 16 лет, как познакомились, вот и остались. Вечерний променад и песни про любовь. Мытищинская молодежь тоже присоединилась к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности на главной площади города. С праздником земляков поздравили актера Театра Фест. Артисты подготовили для горожан не только концерт, но и подарки. Подробности в нашем сюжете. Признаться в любви с помощью песни можно и даже нужно, уверены актеры Театра Фест. Поэтому подготовили целый романтический концерт для мытищинцев. Выступать у нас будут наши артисты, молодые артисты Театра Фест. Но они, каждый подготовил свою программочку небольшую. Есть у нас еще здесь и авторские песни. Саша Башкирцев, наш актер, он сам пишет песни и сам исполняет. Песни Александра Башкирцева уже полюбились многим горожанам. Певец и актер точно знают, как красива любовь. Поэтому сочиняет об этом чувстве десятки песен. Я хочу, чтобы зрители, наверное, ощутили то, что я ощущал, когда писал эти песни. Ну, некое, может быть, тепло, какие-то вот такие вот жизненные нюансики, которые, в принципе, я думаю, каждый из нас испытывает. И, может быть, кто-то вспомнит, и ему станет хорошо, теплышко так на душе. Кроме творческого вечера, актеры Театра Фест подготовили для земляков подарки. В честь праздника разыграли билеты на спектакли предстоящего сезона. Пригласительный можно было получить, ответив на несколько вопросов литературной викторины. Вы с кем пойдете? Я с приятелем. С приятелем? То есть вам нужно два? Два. Держите. Спасибо. Аплодисменты! Вы не зря сегодня заглянули. Порадовали мы тищенцев билетами как на популярные детские постановки, так и на премьеру следующего сезона спектакль «Дни турбиных». Наталья Матвеева, Андрей Капустин, Первый Матищинский. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. А завтра в это же время мы подведем итоги уходящих семи дней в программе «Итоги недели». Напоминаю, смотреть нас можно не только в эфире, но и на сайте Первого Матищинского. Также подписывайтесь на наши социальные сети и следите за жизнью телеканала в Телеграм-аккаунте. До встречи в эфире и всего вам доброго! Продолжение следует... Продолжение следует... Не оставайтесь безучастными! Продолжение следует... Продолжение следует...